ребята всем привет сегодня видео про будущее рынка недвижимости это второе видео практически месяц прошел с первого разговора с пашей репином паша привет привет сейчас он стал инициатором этого второго ролика сказал иван давай я расскажу что происходит и поделюсь своими мыслями о том что будет происходить именно на рынке недвижимости покупают не покупают квартиры вкладывать туда деньги не вкладывать короче говоря сегодня паша рассказывает всю эту историю он туда нырнул с головой ногами и совсем этот месяц я реально не мог до него дозвониться потому что а если дозванивался то он меня слал лесом сразу же работа горит вагон поэтому и ночами видимо работал да или не так давай чё за месяц произошло ну месяц был активный то есть мы понимаем что я водили вы доводили до ума старые ставки вот сейчас недавно относительно обозначили новые условия господдержки я вешаю на себя звание ванги потому что я угадал цифра в цифру новую ставку по господдержке 12 12 я с прошлом сюжете сказал что 6 до 12 вот я не учел тот момент что будет расширить на само тело кредиты которые можно взять и это как я уже в анонсе этого эфира написал что это наверно кардинально может изменить ситуацию потому что мы с тобой понимаем что квартира там 4 миллиона в екатеринбурге это уже ну разве что комнатушка 19 квадратов вот сейчас можно брать 6 и там имея полтора миллиона уже рассматривать объектом за семь за семь с половиной более широкий спектр я вчера какой-то аналитики читал что по россии это из 8 процентов доступных превратилось 80 процентов ну то есть того что можно в принципе теоретически брать господдержку но здесь второй вопрос это сколько у народа осталось денег честно говоря в прошлых прогнозах я скорее всего ошибся потому что я предполагал что спроса хватит на там на пару недель прошло уже почти 4 у меня есть ряд проектов на которые все еще приходят люди с наличкой и они к моему удивлению откладывают например 10 миллионов квартира они с этими 10 миллионами судя по всему сидят уже продав что-то свое ты звонишь им говоришь будете меня брать я в принципе неплохо упакован ну то есть вы хотя бы можете меня там выздавать в аренду и уже что получается этого с вашей десяти нет они это они говорят мы ушли думать я полагаю это моя гипотеза опять же что речь идет о том что все-таки ждут обвала рынка то есть у нас ждут кто ну покупатели вот те покупатели которые с кэшем которые уже понимают что никуда это кэш толком и не пристроить долларов не купить хотя доллар упал есть определенные ограничения вот не улететь туда куда хотелось даже сочи краснодар уже раскупили по полной вот ну и видимо ждут бросовых предложений ты извини тут сразу встряну ты цены видел в сочи на недвижку нет если честно у меня не хватает сил смотреть на я виде ну поэтому там сейчас с твоими семью миллионами знаешь это только лежачок значит где-то с краешку на пляже это не факт на пляже нет безусловно я я готов сейчас даже не то чтобы прогнозы делать по рынку недвижимость но рассуждать о рынке недвижимость только екатеринбурга вот честно то есть короче давай по пунктам вот месяц что происходило ты много продал вообще квартира нет народ бежит с деньгами я много вышел на авансы у меня есть любопытный кейс когда захотели то есть обычно же ты продаешь физику лицо у меня есть недешевая квартира в проекте брусники эльмаш 140 тысяч за метр квадратный и у меня ее решили выкупить инвестиционная компания ну там на базе агентства которая по сути занимается выкупом то есть они предполагают что нынешние 140 сделав там ремонт видимо они продут там за 160 я не знаю честно говоря сделка еще не состоялась но факт в том что на такую цену обратили внимание те кто обычно выкупают обычно с большим дисконтом то есть остальным выкупчиком я давал там это же предложение проанализировать они давали за него четыре с половиной эти стали 4 900 и мы разберем ну попробовали поторговаться но торговаться дело неблагодарное в такой ситуации вот и видимо делается ставка на то что я сейчас называю тенденция рынка это будущее обезжиривание продукта то есть то что мы сейчас видим с тобой в брусниках северный квартал и тот паркинг с цветочками с вот этой решеточкой который больше на на холл похож вот лучше чем дом в котором мы сейчас находимся типового этажа вот он станет таким эталоном продукта а дальше все пойдет на оптимизацию оптимизацию материалов оптимизацию подрядчиков но в плане там благоустройства и так далее то есть мы уже не посотрудничаем с компаниями у нас для там для понимания тенденции рынка у нас ушел норман фостер который должен был при дачу башни построить еще там какой-то музей и соответственно ушли все там архитектурные звучные бюро которые сотрудничали за строчкой но это сейчас зашквар что называется работать с русский российскими застройщик и видимо в проект такого уровня я сюда отношу там но более-менее приемлемый бизнес-класс там макаровский нагорный александровский сад кто у нас еще прилично это чем построил но брусника понятное дело то есть это будет такой раритет как я это называю продуктовый и видимо они рассчитывают на прирост я не берусь судить но факт с фактом вот вышли на 140 есть есть ряд жека который сейчас уже построены они со временем подорожают так я не исключаю что будут ценители которые будут за это готовы переплатить на фоне другого предложения оптимизированных проектов ты предполагаешь что сейчас то что будет строиться на рынке это сильно упрощенные проекты но вышло несколько интервью топовых застройщиков в екатеринбурга где первые лица решили высказаться о том о будущем и для меня здесь довольно характерно сказано там юрий романович и тенны и его уверенность завтрашнем не это отдельная история но тоже удивительно но окей для меня более показательным стал мордовин которую гмк который в меня всегда как вы сериал какую-то уверенность и так далее но в его интервью я сейчас прочитал между строк что типа ну как то что то будет мы что-то найдем что-то возможно примем но там типа не факт что даже если мы заменим на что-то свое то это будет дешевле то есть там очень много осторожных таких углов где понимание того что оптимизироваться придется факт получится ли при этом дать более низкий ценник потому что народ будет как бы снизаешь снижаться платеж способности вопрос и мы понимаем с тобой что ставка господдержки хоть она и сохранилась на уровне 12 процентов но платеж по сути там вырос в полтора два раза то есть ты раньше планировал взять 3 миллиона имея миллион на руках и проплатил бы 23 тысячи какие-то там более-менее приемных срок а сейчас до 33 тысячи где ты в семейном бюджете возьмешь дополнительные 10 тысяч на долгую перспективу это вопрос самом начале ты сказал что некоторые люди ждут обвала рынка стоит ли ожидать обвала рынка в связи с тем что цены выросли покупать некому покупательская способность снизилась так может быть это все приведет к тому что народ не покупая эти квартиры продавец будет вынужден снизить стоимость этих квартир и случится тот самый обвал вообще там пузырь это не пузырь как это вообще все называется то что сейчас происходит потому что ну цены-то росли со скоростью пузыря и мыльного какого-то да я уже говорил что в таком росте цен по сути повод сам потребитель потому что имея инструмент этой господдержки на символическую ставку как она сейчас кажется 6 процентов туда лес лезли все кому не лень у кого там лишние 500 тыс завалялись все теперь прокрутим через недвижку купим себе что не продаем потом дрожь поэтому пузырь в каком-то видео он формировался если говорить про обвал на вторичном рынке 2 разделе вторичный первичный вот вторичный рынок причем не говорим опять же про свежие дома условного у гнк и так далее который по сути первичный рынок и в перспективе даже еще лучше чем то что мы увидим через год через два мой прогноз вот мы не говорим про такое книги там хрущевки пентагон и вот такая история туда тут разнонаправленная история потому что хорошее предложение безусловно вымылось денег людей с деньгами стало меньше потому что часть из них положила на счета дата по 20 процентов на три месяца но мы сейчас вот гипотетически два вопроса когда эти люди выйдут с этими деньгами то есть они же скорее если положили в начале месяца у них там три месяца кто-то на два может быть кого там бы разные были программы дай бог ситуация вокруг как-то стабилизируется улучшится и центробанк снизит свою ставку значит вклады уже не станут такими привлекательными и они с этими умного увеличенными на 20 процентов годовых не месяц деньгами снова вернуться перед снова станут переворот и что и куда стройка но будет довольно рисково сейчас же ходят еще там помимо господдержки ходят еще слухи пока по моему это не принято на скандартном уровне что начнется поэтапное раскрытие скроу счетов то есть как бы та программа которую два года лоббировали как супер безопасная история что вы отдали деньги даже если застройщик вдруг решит схлопнуться и уехать на кипр то ваши деньги лежат в банке она уже не совсем то есть там 10 процентов террасы откусили условно 4 миллиона ты положил на эскроу 400 тысяч забрали чтобы поддержать застройщику кого удастся поддержать вопрос а вот и вполне возможно что эти вот люди которые сняли деньги со счетов снова вернуться к вторичке ну к вторичке которую подавать в аренду хотя арендный рынок и так уже преднасыщен то есть вот это для меня вопрос хотя общая тенденция если не брать вот что люди вернувшиеся после того как положили на вклады она к тому что хорошего предложения мало покупателей все меньше там бы размен на новостройку снова возможен потому что появилась господдержка значит там свою вторичку дешево сливай ну и в общем то скорее всего да не обвал но корректировка цен в меньшую сторону я думаю все еще будет на вторичке да на вторичке она первички на первичке возвращаются вопрос который ну на мой взгляд еще не прояснен но вроде как банки сначала говорили что это так есть то есть осталось ли семейная господдержка на уступки физлиц то есть не на предложение застройщика на уступки тех физлиц которые покупали что-то когда передумали не на побольше решили взять ну и продают тебе дешевле застройщик мы вернемся к кейсу который я озвучивал на прошлом эфире что у меня там 5 миллионов квартира у застройщика семь с половиной кейс этот не разрешен до сих пор у меня за 5 еще не забрали до сих пор и как бы я думаю что если семейная ипотека на физлиц апреля заберут как это семейная ипотека сохранится хотя сегодня я звонил в крупный банк у меня есть решение одобрено до 1 апреля и застройщик мне говорит ничего страшного получить решение по объекту мы его продлим я звоню в банк говорю вы действительно продлить не говорит ну блин короче мы пока вот можем отвечать только до 1 апреля дальше хрен его знает поэтому у меня сегодня закралось вот после утреннего звонка сомнения а сохранят ли ее для физлиц например но это бог с ним но если сохраняют то вот эта масса она же тоже выплывает на рынок у кого-то там с работы что-то идет не так ну все вот эти вот инвестиции сливать начинают и застройщик оказывается перед выбором что таких как я сливающих на фоне их семи с половиной миллиона квартир за 5 много и тот та часть которая семейная ипотека тут лучше у застройщиков поинтересоваться но я думаю что какая-то доля рынка этого все равно была да она получается вымывается не за счет ассортимента застройщика но не берут у тебя квартиру уже сейчас я недавно видел прикольную картинку может быть вставим лишь сюжет что типа нет ничего лучше выспавшейся девушки из из дела продажной строчкой дневной сон очень сильно помогает ну то есть вы как бы есть возможность днем и прикорнуть потому что не такой большой спрос вот и как бы я думаю что это тенденция будет нарастать то есть если сохранят ипотеку для семей по уступкам физлиц если не будет как оперативно решен вопрос а как нам через казахстан чеки с еще по турцию или еще что-то завозить вот тот самый материал который мы обещали и там придутся какие-то дешевые аналоги то ну мне кажется расти там точно никуда ну мое ощущение хотя себестоимость но мы сейчас интервью с тобой брали застройщик уже сказал 30 процентов это их прогнозируем прирост от 22 года средний по материалам ну я не верю что неглишко вырастет на 30 процентов да ты прав там изначально был большой резерв да сейчас придется понимать что это резерв не на твою маржу она то чтобы пережить трудные времена но на новостройках я предполагаю какой-то более-менее стабилизацию все зависит от дальнейших шагов правительства до условно но никаких там резких движений и в минус что типа вам начнут распродавать на базаре как это там типа с дисконтом 20 процентов и в плюс я не думаю но по твоим ощущениям сейчас под успокоилась все по моим ощущениям но за эти четыре недели ушли именно паникеры остались рассудительные люди которые у которых есть своя какая-то взвешенная позиция кто-то там типа ну вот я дождусь пока у меня придут деньги со вклада вот этом какие-то деньги доработал если стране более-менее ситуация то я найду себе что у застройщика выбрать кто-то там я уже не верю ни в какого застройщика там если что-то пойдет не так кто мне это будет достраивать я лучше здесь вторичку конь там свежий возьму кто-то вообще в аренду что-то прокрутить взять но это все люди уже со взвешенной позиции те кто паникует у нас уже появилась горизонт планирования больше чем раньше то есть мы понимаем что с 1 апреля по 1 июля вот такие условия господдержки вроде как сохранение семейный дальневосточный но нас это не касается и патрики и так далее то есть у нас хотя бы появилось понимание будущего в условиях понимания будущего как это паникерских решений будет меньше то есть это будут не такие переговоры как я тебе рассказывал в прошлый раз что типа торгуетесь нет скажите спасибо что не повышаем вот вот этого не будет потому что у человека уже нет элемента паники он типа но не торгуетесь ничего недельку еще посидим посмотрим как вы продаваться будет и будет наверное прав поэтому я думаю что я вижу что спрос к моему удивлению все еще сохранился я вижу что обменные цепочки на вторички это мой конкретный кейс то есть у меня была продажа вторички я говорил что превратится все это не в продажу это еще отдельный момент до любая продажа риэлтора сейчас превращается вот в моей практике помимо этом исключение превращается по сути в обмен то есть клиент с тобой там месяц назад заключил сделку на продажу это не месяц полтора перед продавать кришне вопрос там такая то услуга стоит столько но сейчас чтобы ему что-то продать я создаю им отдельную google табличку я конечно там с ними не езжу по их встречным вариантом потому что это не услуга обмена да но в целом я создаем google табличку и говорю накидывайте что вы хотите будем за этим ассортиментом следить и смыкать вот эту вашу сделку в цепочке купи продай люди боятся даже день на деньгах сидеть вот я же продаю например дай бог продам квартиру за 8 миллионов беру за 13 мы эту сделку делаем деньги то есть нами расчетывается тот кто нам дает 8 мы эти 8 направляем тут же берем ипотеку и в 13 потому что ну хрен его знает что будет дальше нас уже вот эти два месяца приучили что хрен его знает что будет завтра слава богу на мой взгляд какое-то ощущение гипертревожности прошло но понимание того что все может пойти не так в любой момент она осталась что говорит сообщество риэлторов вы же общаетесь там в тесном кругу же ну про сообщество риэлторов тут интересная тенденция нарисовалась она на не относится к потребителю на меня наверно многие коллеги смотрят здесь у нас пытаются сейчас запустить не бизнес клуб а клуб риэлтор да для общения что называется специалистов которые стремятся развиваться обмениваться мнением по рынку там какое-то обучение комплексное проходить и так далее и я честно говоря вот в такие форматы верю гораздо больше чем в то что эти кризисные времена под позволить нам пережить какая-нибудь у пн честно то есть тело движения от вот таких инициатив давайте создадим какой-то клуб часто допуст коммерческий но как бы с пониманием того какая там будет начинка гораздо более они на мой взгляд деятельный чем как это я честно говоря не знаю как ассоциации помогать но это отдельная история что говорит сообщество сообщество договаривается то есть я рассуждал об этом еще три недели назад я говорил что ребят у нас есть чат продажи но просто прямые продажи по продам столько-то не знаю там вознаграждение за покупателя столько-то должен появиться чат обмена ну то есть типа не просто продама например обменяю свою двухкомнатную квартиру с вашей доплатой до трех миллионов него три миллиона надо выдернуть я например там у знакомых их занял учет да и как бы обменяют ваши доплаты и сильных чат появился не я его создался же это сигнал и воздух ну то есть если уж говорить скажем так о благопри ну да хорошо положительных назовем так моментах для рынка недвижимости который нам сулит вся эта супер негативная история со спецоперацией это чистка наших рядов профессионалов и псевдо профессионалов то есть те кто рассчитывал сидеть здесь налегке продавать мечту охрен знает достроить не достроит вообще не понимал что такое скроу вообще не понимал кто из чего стоит вот просто там типа где больше комиссия а вот здесь 4 платят а вот туда иди или неважно ну вот вот их вымыть те кто паразитировала такие кстати сейчас появляются это надо отдельно сказать то есть те кто вообще не ходят с клиентами на просмотр а смотрят при чат и говорят вот тепло переуступочка есть а предложу-ка я коллегию который есть клиент то есть это не просто вознаграждение за покупателя а вознаграждение агенту за агента покупателя какая-то сложная цепочка я в ней запутался я в итоге всех бесполезных звеньев в этой цепочке убрал но появляются такие паразиты рынка которых на мой взгляд вся эта ситуация вымыть то есть если в твоей услуги я вернусь к этой теме если в твоей услуги нет содержания если у тебя нет понимания вот этой обменной истории если ты не даешь клиенту еженедельную статистику как идет твоя продажа что ему можно купить взамен а как изменились ситуация по тем кого можно купить за минутой вот не склеиваешь всю эту непростую историю не просто раньше же как было раньше вот и взялся за продажу вот там 8 миллионов квартир ну и чё ну бы человек спокойно говорит есть покупатель завосит дай про дим я там у меня решение во первых она действует три месяца не до конца месяца во вторых как бы думе с деньгами посижу очень с тобой внимательно поищем там за пару месяцев найдем а в третьих как бы чего у меня с работой все понятно паша последний вопрос как ты считаешь через какое время нам стоит с тобой снова встретиться и записать третье видео на тему что ждет рынок риэлторство и я надеюсь уже это последнее видео в этой серии будет чтобы мы уже сказали ну все вот сейчас будет вот так не то чтобы я заинтересован чтобы мы с тобой каждый месяц записывать такие эфиры но я боюсь что состояние такой стратегической неопределенности то есть что вот что будет до 1 июля пока мы понимаем условия господяжки можно рассуждать опять же с опаской на то как там развивается ситуация на границах с соседним государством и так далее то есть ты думаешь 1 июля да нет я думаю что сильно раньше должно какое-то изменение произойти но ну да давай 1 июля чтобы месяц чистить каждый месяц чистить что тут пока мы понимаем вот обозримый горизонт за это время за это время я думаю изменится ситуация с импортозамещением которое пока кроме условных заявлений дачу там в турции строят тут турки с нами дружные поэтому турки нам и будут помогать строить и материал поставлять никакой конкретики я не вижу что на что заменится как как это там сколько это будет стоить и так далее да я думаю что там апрель май июнь три месяца прекрасное время чтобы как-то оглядеться вокруг понять как это все работает вот супер паша спасибо тебе за интервью за этот комментарий пока еще не совсем он может быть такой радужный но а что сейчас как друзья на этом все заканчиваем это видео спасибо что смотрели пишите вопросы если вы хотели что-либо спросить у меня если вы хотели что-то спросить ставьте лайк подписывайтесь на канал обязательно чтобы эти самые видео к вам приходили и не терялись в потоке информации ну и все всем пока да прибудет с вами муза